Доброе утро! Что мы сделаем? Мы сначала выслушаем доклады и уже потом обсудим услышанное? Или же после каждого доклада мы будем прерываться и обсуждать доклад, какие-то вопросы, связанные с ним? Как мы лучше сделаем? Ну, правильно, наверное, будет по теме, чтобы вопросы... Ну, вот раз пьлись, совершенно верно. Хорошо, тогда так и сделаем. Так, и перерыв мы, наверное, делать не будем. Чай попьем, когда уже наше мероприятие подойдет к Антону. Все согласны? Хорошо, тогда слово для приветствия участников мероприятия. Представляется руководитель управления Росреестра Пульяновской области Ольга Ивановна Петхова. Добрый день! Я рада приветствовать вас, коллеги, на заседании круглого стола, который проводится сегодня управлением Росреестра Пульяновской области. Как было сказано, мы обсудим сегодня вопрос совместной деятельности в рамках контроля надзорной функции, а также по актуальным вопросам в сфере учетно-регистрационного процесса в отношении объектов недвижимости. Надеюсь, мы сможем обсудить актуальные вопросы, которые возникают у нас при взаимодействии. В частности, это касается и функции Государственного земельного надзора, и учета и регистрации прав на объекты недвижимого имущества. Подробные вопросы по указанным темам мы услышим из докладов наших сотрудников. Я же хочу остановиться на освещении по реализации проекта Росреестра, который называется «Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями». Не так давно руководитель Росреестра Скуфинский Олег Александрович, докладывая президенту Российской Федерации, пояснил, что данный проект осуществляется для обеспечения полноты и качества данных, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Несмотря на то, что Ульяновская область не входит в число пилотных регионов, где данный проект реализуется буквально уже с начала августа и сентября текущего года, Вместе с тем, управлением Росреестра Пульянской области и правительством Ульяновской области 7 сентября была утверждена дорожная карта по указанному проекту Росреестра. Ответственными исполнителями в этой дорожной карте указаны и управление Росреестра Пульянской области, и филиал кадастровой палаты, который осуществляет свою деятельность на территории нашего субъекта, а также профильные министерства и ведомства, правительство Ульяновской области, органы местного самоуправления. Мероприятия, предусмотренные дорожной картой, мы начинаем реализовывать уже в ноябре текущего года, а заканчивать долгосрочные мероприятия планируем уже к 2024 году. Остановлюсь на том, каких именно сведений на сегодняшний день в Реестре недвижимости недостаточно. И, собственно говоря, почему необходимость внесения этих сведений является актуальной задачей для Росреестра. Во-первых, речь идет о сведениях о границах таких объектов, как территории нашей области, территории муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон. На сегодняшний день из шести границ Ульяновской области в ЕГРН внесены сведения только об одной границе с Чувашской республикой. Кроме того, мы надеемся, что к концу текущего года будут внесены сведения по границе с Саратовской областью. Почему мы взлагаем такие надежды? На сегодняшний день работы по установлению границ Саратовской области завершены. И подрядчикам работы осуществляется устранение недочетов, которые были выявлены в ходе экспертизы подготовленной документации. Работы по установлению границ с Самарской областью, с республиками Мордовия и Татарстан находятся на стадии консультации в рамках рабочих групп. Устанавливаются материалы, по которым можно будет работать в части установления границ, решаются спорные моменты. Что касается границы с Пенсинской областью, там тоже работы завершены на сегодняшний день. Вместе с тем, необходимый документ для внесения сведений ОИГРН в соглашение между нашими субъектами находится на стадии рассмотрения. То есть границы по Пенсинской области тоже близка к завершению и, возможно, скоро уже будет внесена в реестр недвижимости. По границам муниципальных образований. На территории Ульяновской области у нас 146 муниципальных образований, и из них в ОИГРН сегодня внесены 32 границы. Еще 44 границы находятся в работе. По населенным пунктам. Населенных пунктов мы насчитываем тысяч пять. В ОИГРН сейчас внесены 215, и еще 463 границы, они также находятся в работе. В отношении таких объектов, как территориальные зоны, для внесения в ОИГРН, мы полагаем, необходимо внести их в количестве 2200. На сегодняшний день ситуация обстоит таким образом, что в ОИГРН нанесено только 8 территориальных зон, при этом в работе находится 665, но это очень незначительная часть границ. А вместе с тем, это те объекты, которые позволяют органам местного управления правильно распорядиться своим имуществом, осуществлять распорядительные функции в границах административных образований. То есть, сведения очень важны. Если говорить об объектах недвижимости, сведения о которых в недостаточной мере содержатся в Едином государственном реестре недвижимости. Здесь не совсем хорошо обстоят дела со сведениями о границах земельных участков. На сегодняшний день имеется информация о том, что 360 тысяч земельных участков не имеют границ в реестре недвижимости. А еще 390 тысяч объектов недвижимости не содержат сведения о правообладателе. И, как мы полагаем, в рамках дорожной карты предстоит достаточно много сделать. Причем сделать не только управлению Росреестра и филиалу кадастропалаты. Мы полагаем, что работа будет во взаимодействии с органами местного управления, потому что наибольшая информация, большее количество информации содержится именно в органах местного самоправления. Теперь, что касается значимых характеристик объектов недвижимости, сведения о которых недостаточны и которые будут восполнены в том числе при реализации этого проекта. Мы говорим в первую очередь о категории и видах разрешенного использования земельных участков. Если говорить про объекты капитального строительства, то здесь значимой является характеристика связи с родительским объектом, когда речь идет в отношении помещений, которые расположены в зданиях. Эти характеристики важны для того, чтобы правильно рассчитать кадастровую стоимость. А как мы знаем, у нас кадастровая стоимость является налогооблагаемой базой для объектов недвижимости, поэтому эти данные, они, безусловно, очень и очень важны. Если говорить про категорию земель и виды разрешенного использования, уже до начала реализации мероприятий дорожной карты, управлением Росреестра и филиалом кадастровая палата была проделана большая работа. На начало текущего года у нас было 9900 земельных участков, у которых содержалось отсутствие категории земель. На сегодняшний день мы сократили это количество объектов до 400. По земельным участкам практически в отношении всех объектов мы смогли выявить сведения о виде разрешенного использования и остается незначительное их количество. По привязке помещений к родительским объектам у нас в работе остается 18 тысяч, хотя на самом начале этих работ у нас было порядка 137 тысяч объектов, у которых связь такая не была установлена. Если мы говорим о восполнении недостающих сведений по объектам недвижимости, следует остановиться еще и на том, что не только органам местного управления, не только органам власти необходимо проводить работы. В преддверии тех изменений в действующих законодательствах, которые касаются проведения комплексных катастроф работ, следовало бы сказать, что очень скоро появится возможность проводить такие работы не только у органов местного управления или органов власти по муниципальным и государственным контрактам, но и в том числе их можно будет проводить по инициативе коллективов граждан, таких как Садовое некоммерческое товарищество или товарищество собственников застройщиков индивидуального жилищного строительства. Преимущества проведения таких работ очевидны, их можно перечислить. Во-первых, стоимость работы существенно снижается, когда работы катастроф проводятся в отношении целого ряда объектов недвижимости по сравнению с тем, что проводить эти работы в индивидуальном порядке. Кроме того, когда комплексные катастроф работы проводятся, они проводятся на большой территории. В отношении всех объектов недвижимости, которые расположены на этой территории, устанавливаются границы не только земельных участков, но и определяется местоположение объектов капитального строительства, которые расположены на границах этих участков. Но и самое главное, при комплексных катастроф работах существует минимальный риск внесения каких-то реестровых ошибок в сведения о местоположении объектов. Это очень важно, и поэтому мы очень рады, что на сегодняшний день такая инициатива уже оформлена в законопроекте. И скоро мы ожидаем, что эта норма вступит в действие, и ею воспользуются в том числе и коллективы. Ну и что касается в целом той темы, которая будет сегодня рассмотрена в рамках «Круглого стола», Я бы хотела еще также сказать, что Росреестром проводятся огромные работы, в том числе и по внесению изменений в действующее законодательство. Но одними только изменениями в действующее законодательство решить проблему невозможно. И поэтому Росреестр в том числе модернизирует технические средства, программное обеспечение, разрабатывает прозрачные и удобные электронные сервисы для получения госуслуг. Контрольно-надзорные деятельности управления проводят с учетом риск ориентированных моделей, без давления на субъекты малого и среднего бизнеса и по возможности дистанционно. Вот сегодня коллеги в своих докладах более подробно остановятся на этом, а я предлагаю приступить к работе и быть очень активными. А теперь давайте рассмотрим дорожную карту по реализации проекта, о котором рассказала Ольга Ивановна. Об этом дорожной карте расскажет начальник отдела правового обеспечения управления Росреестр по Ульяновской области Светлана Владимировна Трофанова. Здравствуйте, уважаемые участники. Обратите внимание, пожалуйста, на слайд. Вот Ольга Ивановна уже сказала о том, что утверждена дорожная карта между правительством Ульяновской области и управлением Росреестра. И в этой дорожной карте у нас есть несколько подпроектов. Первый подпроект – это внесение в ЕГРМ сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости. Что этот проект предусматривает? Предусматривает проведение работ по уточнению определения характеристик объектов недвижимости. Какие это характеристики, Ольга Ивановна уже подробно сказала. И давайте рассмотрим, для чего эти характеристики нужны в ЕГРМ. Они нужны для определения кадастровой стоимости объектов. Кадастровая стоимость необходима для целей, предусмотренных законодательством РФ. И, конечно же, в первую очередь для налогообложения. Начиная с 2018 года на территории Ульяновской области, исходя из кадастровой стоимости, рассчитывается не только земельный налог, но и имущественный налог. В отношении имущества физических и юридических лиц под административными и торгово-офисными зданиями. И как раз от характеристик объектов, внесенных в ЕГРМ, зависит значение кадастровой стоимости. А если этих характеристик в ЕГРМ нет, значит невозможно рассчитать кадастровую стоимость. И, соответственно, какие-то последствия влечет невозможность сформировать консолидированный бюджет в отношении этих объектов. И, кроме этого, для правообладателя этого объекта недвижимости неправильное определение кадастровой стоимости тоже влечет негативные последствия. Потому что ему необходимо будет обращаться в комиссию при управлении по оспариванию той кадастровой стоимости, которой она определена, если она определена неправильно. Второй подпроект — это внесение в ЕГРМ сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости. Этот проект предусматривает организацию работы по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формирование перечней объектов недвижимости без прав в ЕГРМ, также проведение разъяснительной работы с гражданами и юридическими лицами о необходимости зарегистрировать свои права на недвижимое имущество. Также предусматривает взимание платы за неосновательное обогащение с тех лиц, собственников объектов недвижимости, которые используют земельные участки, на которых расположены принадлежащие им объекты. Срок реализации этих мероприятий устанавливается с момента принятия федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Хочу более подробно остановиться на положениях этого законопроекта. Он уже принят Государственной Думой в первом чтении и включен в программу законодательной работы как раз на октябрь месяц. И направлен на работу органов местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. В случае, когда выявляется этот правообладатель, то сведения об этом правообладателе вносятся в Единый государственный реестр недвижимости без государственной регистрации. Если правообладатель не согласен, или любое заинтересованное лицо не согласно с тем, что его выявили, то он может подать возражение об этом. И в этом случае уже включение сведения об этом правообладателе может осуществляться только на основании вступившего в законную силу решения суда. В настоящее время в отсутствие заявления правообладателя невозможно внести сведения о нем в Единый государственный реестр. У нас получается, что закон говорит права на недвижимое имущество, возникшие до вступления в силу федерального закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это закон еще у нас 1997 года. И государственная регистрация таких прав проводится по желанию правообладателя. Получается, у нас право человека есть, оно юридически действительно, но в Едином государственном реестре этого права нет. Конечно, это не способствует прозрачности рынка недвижимости, к тому же влечет негативные последствия, в том числе и для самого правообладателя. Получается, он не может, ну снижается степень защиты его права. Также в случае изъятия земельного участка, например, для государственных и муниципальных нужд, тоже невозможно установить собственника объекта недвижимости. Возникают сложности при согласовании границ. Добросовестные участники рынка недвижимости, которые хотят согласовать границы с собственниками смежных земельных участков, получается, не могут найти правообладателей, потому что таких правообладателей нет. И вот обращаясь к тем правообладателям, у которых не зарегистрированы права на объекты, ранее возникшие, вот, наверное, сейчас как раз назрела необходимость, чтобы собраться и обратиться в управление с заявлением о государственной регистрации своего ранее возникшего права на недвижимое имущество. Так, следующий подпроект у нас. Это внешняя верификация и качество данных ЕГРН. Это вот два подпроекта, что они у нас предусматривают. Сопоставление и верификацию сведений, которые содержатся в различных информационных ресурсах и материалах, и информационных базах, которые имеются в органах государственной власти и управления. То есть это ЕГРН, например, и сведения Лесного реестра. Также в отношении объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, в отношении объектов, которые находятся в муниципальной и федеральной собственности. И также предусматривают мероприятие на верификацию данных ЕГРН. Это уже внутренняя верификация, этот подпроект называют с качества данных ЕГРН. Эти мероприятия осуществляет управление и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральной кадастровой палаты по Ульяновской области по привязке помещений к зданиям и по привязке зданий к земельным участкам. И, как я уже сказала, этот подпроект предусматривает устранение противоречий сведениях ЕГРН с данными Государственного лесного реестра, так называемая лесная амнистия. И еще у нас остались подпроекты, это целевые модели. Этот подпроект предусматривает мероприятия, в том числе и финансирование, направленные на внесение в ЕГРН сведений о границах. Об этом подробно Ольга Ивановна нам рассказала. Но хочу остановиться на том, что если сведения о границах муниципальных образований, сведения о границах Ульяновской области и других субъектов, вот этой работой будет заниматься управление филиалом, органом государственной власти и местного самоуправления. Сведения о границах, принадлежащих гражданам, юридическим лицам земельных участков, такие сведения могут быть внесены только на основании проведенных такими собственниками, правообладателями кадастровых работ. И хочу сказать, что возлагать надежды на то, что будут эти сведения внесены по результатам проведенных органами местного самоуправления комплексных кадастровых работ, на что, наверное, кто-то надеяться на это не нужно, потому что в 2019 году были в Ульяновской области проведены комплексные кадастровые работы только в отношении двух земельных массивов. Это в Чердоклинском районе садоводческие некоммерческие товарищества. В 2020 году комплексные кадастровые работы не проводилось. И для того, чтобы собственнику земельного участка внести сведения в ЕГРН, необходимо обратиться к кадастровому инженеру и заключить договор. И вот в связи с этим, наверное, может быть, после принятия закона, принятия которого мы ждем, который предусматривает проведение комплексных кадастровых работ за счет средств лиц, которые заинтересованы в их проведении, то есть члены каких-либо гражданскоправовых сообществ, этот законопроект у нас тоже принят в первом чтении Государственной Думы. И этим законопроектом будет предусмотрено выполнение комплексных кадастровых работ за счет средств правообладателей, например, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и некоммерческих товариществ. Все преимущества, которые предусматривают комплексные кадастровые работы, Ольга Ивановна об этом уже подробно говорила, и поэтому надеемся, что в скором будущем у правообладателей этих гражданскоправовых сообществ появится возможность заключить договор на проведение комплексных кадастровых работ, которые будут в расчете на единицу объекта дешевле, чем те работы, которые будут проведены отдельно по заключаемому договору. И вот по поводу всех этих мероприятий хочу сказать, что наполнение сведений Единого государственного реестра недвижимости необходимо не только государству, не только органам местного самоуправления, также оно необходимо всем правообладателям, как настоящим правообладателям, так и тем гражданам, юридическим лицам, которые желают стать правообладателем. Собственнику объекта недвижимости это необходимо для того, чтобы защитить свои права, потенциальному собственнику объекта недвижимости. Эти сведения, полнота и качество этих сведений в отношении какого-либо объекта необходимы для того, чтобы принять правильное решение о приобретении объекта, посмотреть сведения об объекте, посмотреть сведения о правах, и в том числе на наличие арестов и запретов. Тому лицу, кто хочет заключить договор участия в долевом строительстве, конечно, тоже необходимо воспользоваться сведениями ЕГРН, чтобы удостовериться в том, что земельный участок, на котором осуществляется строительство, принадлежит застройщику на каком-либо определенном праве. Также нотариусу нужны эти сведения для совершения нотариальных действий. Поэтому принятие этой дорожной карты будет способствовать наполнению ЕГРН необходимыми сведениями, которые нужны всем участникам рынка недвижимости. Я так понимаю, доклад закончен. Ну, поскольку мы доклады выслушали, хотелось бы немножко поговорить, у кого какие вопросы, дополнения по этой теме. Если можно, я хотела бы тоже, так скажем, дополнить и отметить важность отмеченных вами направлений. Во-первых, что касается одного из направлений взаимодействия между органами исполнительной власти Ульяновской области и Управлением Росреестра по Ульяновской области, которое также было отмечено выступающими предыдущими, это доработка законодательной вазы. В том числе взаимодействие между правительством Ульяновской области и Управлением Росреестра Ульяновской области осуществляется по направлению доработки регионального законодательства, устранению препятствий, которые бы способствовали созданию необходимых предпосылок по оформлению граждан из своих объектов недвижимости и земельных участков. При совместных действиях, хотелось бы напомнить, что у нас был разработан закон и реализуется уникальный проект – это гаражная амнистия. Именно с совместными действиями мы, так скажем, разработали не один закон, а именно комплекс законов, которые позволяют гражданам в обращенном порядке узаканивать земельный участок по гаражными боксами, а также сам гаражный бокс без получения разрешения на строительство. В настоящее время гаражная амнистия активно реализуется и продолжаются, так скажем, некие направления по доработке и совершенствованию региональной базы. Так планируется в настоящее время внесение изменений в градостроительный устав, позволяющий гаражным кооперативам в упрощенном порядке узаканивать вспомогательные объекты, построенные силами ГСК. Также региональные законы нужно отметить и напомнить о существовании закона, позволяющего в упрощенном порядке узаконить земельный участок под жилым домом, построенным до 2001 года, который является единственным пригодным для проживания помещением у гражданина. Соответственно, земельный участок по закону региональному оформляется в упрощенном порядке без регистрации прав на жилой дом, а в последующем жилой дом уже при наличии оформленного земельного участка оформляется, так скажем, в общем порядке. Я считаю, что региональная база, то, что в наших силах мы разрабатываем и хотим, чтобы гражданам содействовать в оформлении этих объектов, это будет способствовать в том числе и наполнению базы Единого государственного регистра недвижимости. И хотелось бы отметить, что в настоящее время также ведется большая работа по разработке законопроекта, планируется принятие закона, касающегося узаконения объектов, так скажем, бывших совхозов и колхозов. Соответственно, при управлении Росреестром мы надеемся на ваше содействие, как и в других законопроектах, о том, чтобы закон был не просто, так скажем, таком, а был действующим законом, позволяющим гражданам нашего региона в упрощенном порядке оформить в том числе те объекты, которые используются для сельскохозяйственных целей. У меня, в принципе, все. По первому кругу вопросов, по первой теме есть дополнения, вопросы. Если нет, то мы переходим ко второй теме нашего сегодняшнего круга у настояблана «Государственный земельный надзор. Формы и виды». Слово предоставляется заместителем, руководителем управления Михаила Анатольевича Куренёвна. Добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку одной из целей данного мероприятия является разъяснительная работа, просвещение населения, хозяйствующих субъектов, хотелось бы начать с того, несмотря на то, что за столом присутствуют коллеги, которые работают по этому же направлению, что такое земельный надзор. Государственный земельный надзор – это деятельность уполномоченных органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства, которые предусмотрены тот или иной вид административной ответственности. Органов государственного земельного надзора в Российской Федерации – три. Это Росреестр, Ростельхознадзор, Росприроднадзор, ну и, соответственно, их территориальные органы. В целях исключения дублирования нашей деятельности, положение государственного земельного надзора в 2015 году предметы надзора были разделены, и, грубо говоря, мы с коллегами не пересекаемся, но работаем в целях достижения единой цели – установления законности в сфере земельно-поровых отношений. Управление, что касается управления Росреста по Львовской области, то есть основным предметом деятельности, то есть он обширен, я не буду особое внимание этому уделять, а основное отмечу. То есть, как показывает практика, самое востребованное направление именно деятельности управления Росреестра – это недопущение самовольного захвата земельных участков, их использование без правоустановочных документов и нецелевое использование земель. Что хочется отметить, что контроль надзора мероприятия, то есть госземнадзор управлением осуществляется вне зависимости от того, какая категория земли и кто является прообладателем и лицом, использующим данный земельный участок. То есть это могут быть граждане, физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, органы государственной власти или органы местного самоуправления. То есть каких-либо ограничений в этой части нет. Да, есть специфика проведения контрольных мероприятий, но, грубо говоря, наши рамки в этой части не ограничены. То есть проверить можно по каждому субъекту. Что касается специфики осуществления, в ноябре 2019 года был введен в действие новый административный регламент, довольно революционный документ для нас, для всей системы Росреестра, поскольку прежний административный регламент содержал в себе, грубо говоря, основные направления развития госдемнадзора, потому что, можно сказать, 15-й год стал правной точкой для перестройки государственного землянадзора в той мере, в которой существует Росреестр. И в этом новом административном регламенте были заложены те направления, которые сейчас на государственном уровне не озвучиваются в рамках надзорной гильотины. Всем данный термин уже, грубо говоря, знаком, работа поэтому ведется. Какие основные принципы были заложены в административный регламент? Это прозрачность для населения, хозяйских субъектов. То есть, грубо говоря, у нас каждое проверяемое лицо теперь имеет возможность ознакомиться, каким образом все-таки процедура землянадзора осуществляется. То есть, никаких тайн в этом нет. Все четко прописано. Результаты осуществления землянадзора управлением размещаются в четко определенном порядке на оригинальной страничке, на официальном сайте Росреестра. Можно ознакомиться, какой отдел в отношении каких конкретно земельных участков, прямо с их местоположением, когда страны проводил мероприятие, чем они закончились. Естественно, соблюдением персональных данных с ограничениями в этой части, то есть, фамилий или иных каких-то недопустимых как возглашения сведений там нет. Но ознакомиться, тем не менее, можно. То же самое касается планов проверок. Почему-то в своей работе мы сталкиваемся с тем, что проверяем люди, граждане, которые касаются, они удивляются, а как так получилось, я не знал, меня включили в план проверок. И мы говорим, что из года в год проводим разъяснительную работу, каким образом формируются планы. То есть, не обязательно какая-то жалоба на вас поступила. То есть, это систематическая работа, которая ведется из года в год. То есть, в этой части мы открыты, вся информация нам размещается в полном объеме, все четко прописано, этапы, процедуры и ответственность. Кроме того, при проведении проверок, как и все присутствующие коллеги, в наших распоряжениях о проведении проверок указаны все акты, на основании которых мы это делаем. То есть, гражданин не должен обладать юридическим образованием, все это есть в сети в интернете, в открытом доступе, может посмотреть ссылку на статью, а почему ко мне пришли, а что такое плановая проверка, а не плановая. И последствия возможны. В этой части мы открыты и надеемся, что многие вопросы со временем будут сняты, потому что на новом регламенту вот 18 ноября исполнится как год, как мы по нему работаем. В принципе, для нас работать стало тоже проще, потому что многие вопросы были, ну скажем так, двусмысленности сняты новым административным регламентом. Поэтому осталась только, грубо говоря, ответная реакция, что называется, фидбэк от проверяемых подконтрольных субъектов в этой части. В развитии, на что хотелось бы обратить внимание, это на виды, формы процедур, в рамках которых мы осуществляем функцию по государственному земельнадзору. Ну это, естественно, проверки, да, там плановые, внеплановые, выездные, документарные. Здесь ничего нового нет. Ну поскольку тематика мероприятий все-таки, да, какие-то нововведения, я хотел бы остановиться именно на новых процедурах. То есть одна это относительно новое административное обследование, которое было введено в 15-м году, и вторая процедура, которая вот появилась с вводом в действие нового административного регламента, да, это предварительная проверка. То есть вот есть у нас такое вот мероприятие, в чем их смысл. Смысл введения этих процедур был избежание организации проведения контрольных надзорных мероприятий в отношении добросовестных землепользователей, вот, и, грубо говоря, отсеивания, ну скажем так, ляус, да, вот, если такое, можно бы бытолой, да, применить понятие. То есть мы всем узнаем, что там конкурентная борьба, да, и, к сожалению, да, и там межсоседские отношения иногда оставляют желательно лучше, и граждане, да, там, жалуются на соседей, юридические лица на конкурентов и все прочее, прочее. Вот, не всегда вот эти жалобы, они действительно обусловлены целью, что есть какое-то нарушение, действительно его нужно пресечь. Вот, и в рамках предварительных проверок и административных обследований мы должны разобраться, действительно ли имеют место те обстоятельства, на которые ссылается заявитель, вот, какое отношение имеет, допустим, к этому ситуации заявитель, действительно является правовладателем земельного участка, на который якобы кто-то, ну, покусился, вот, и как показывает практика, не всегда это так, вот, и для того, чтобы вот снизить вот эту вот административную нагрузку именно с добросовестных людей, да, землепользителей, хозяйствующих субъектов, мы проводим вот эти предварительные проверки, если необходимо, мы выходим в административное обследование, вот, и по результатам которых уже поделяемся, да, действительно жалобы обоснованные заявления, да, и мы уже выходим либо в огнеплановую проверку, либо используем эти результаты при планировании. Вот, если, так сказать, доводы, проведенные в обращении заявления, не подтверждаются, вызывают у нас сомнения, ну, и, соответствующим образом, говорим, что правовых оснований, да, для организации контрольно-надзорных мероприятий не имеются, именно предусмотренных законом, да, они все четко определены, в каких случаях мы выходим на эти мероприятия, но, если, тем не менее, да, вы считаете, что ваши права нарушены, никто не запрещает вам воротиться в судебные органы, да, вот, и попробовать защитить свои права там, ну, вот, вот такой вот механизм, мы никакую статистику не ведем в этой части, да, сколько жалоб обоснованных, сколько необоснованных, но, если сопоставить количество вообще всех поступивших обращений по направлению госинадзора управления и количество контрольно-надзорных мероприятий, которые могли, да, являться следствием обоснованности этих жалоб, то я могу сказать так, что, ну, примерно, четвертая часть обращения – это необоснованные, да, то есть они не имеют под собой какой-то действительно фактуры, которая могла быть, могла быть нами отработана. Вторая, вторые, наверное, 25%, скажем так, это те случаи нарушений, которые являются, не являются, вернее, предметом надзора управления, да, это сельхознадзор, да, территориально либо распроднадзор, либо, допустим, нарушение права благоустройства, то есть, вот, в этих случаях, естественно, мы перенаправляем под ведомственность, но то же самое коллеги также работают, да, то есть, если попадает что-то по нашему направлению деятельности, да, они перенаправляют нам, вот. По нарушениям, хотелось бы обратить внимание, наверное, вот, особо это будет иметь большое, наверное, значение именно для граждан, да, что касается самовольного занятия земельных участков, вот. У нас в 2015 году произошел, опять же, в 2015 году, да, изменен состав, вот, статьи 7.1 КОАПРФ, о котором мы уже на протяжении, вот, уже пяти лет на всех совещаниях, да, такого рода говорим, освещаем, то есть, не во всех случаях у нас есть возможность объективно привлечь лицо, да, которое использует земельный участок без права установки документов по статье 7.1 КОАПРФ за самозахват. Вот. Чем это связано? Во-первых, если у гражданина, у лица, использующего земельный участок, зарегистрировано право на здание либо сооружение, он не является лицом, самовольно захватившим земельный участок. Да, в его действии будет нарушение земельного законодательства в части отсутствия проустановочных документов на земельный участок, мы ему выдадим предписание, но к административной ответственности он привлечен быть не может. Вот. Ранее состав этот звучал немножко по-другому, насколько это справедливо, но это, как говорится, закон прописан именно таким образом, в этом, значит, был смысл. Вот. Поэтому работаем мы в этой части именно так. Второй момент это то, когда самовольное занятие, скажем так, перешло при приобретении, допустим, актуальным прообладателем земельного участка домовладения, то есть, прежний прообладатель осуществил самозахват, да, там, пререзал себе огород, построил гараж, баню, ну, я не знаю, там, магазин, все что угодно, да, то есть, увеличил площадь своего землепользования, вышел за пределы установленных границ, вот, и продал, ну, то, что можно, естественно, продать по закону новому собственнику, да, вот, и, приходя проверять, да, с проверкой к этому лицу, вот, мы фиксируем тоже нарушение земельного законодательства в части использования дополнительной земли, ну, в связи с тем, что именно активное действие по самовольному занятию осуществил не он, а предыдущий прообладатель, в привлечь к административной ответственности мы не вправе, вот, вот, хотелось бы, чтобы, такое понимание, да, мы пытаемся донести, потому что бывают такие случаи, что высказываются претензии в наш адрес, вот, но, к сожалению, именно право применения, именно закон звучит таким, таким вот образом на данный момент, вот, и, что немаловажно, хотелось бы обратить внимание, что земельный надзор вот нами осуществляется именно в отношении, но земельных участков, их частей, вот, и в связи с этим есть определенная специфика осуществления надзора, то есть, ну, погрешность измерений максимально возможна, это 10 сантиметров, это при высокоточном использовании высокоточного спутникового оборудования, поэтому, когда, ну, граждане, грубо говоря, отражают в своих жалобах, да, вот, ну, какие-то миллиметражи, да, там, мой сосед переставил забор, вот, а по факту он просто заменил полотно или столбики, да, там, на 5 сантиметров, но мы просто не можем это зафиксировать, вот, и мы вынуждены, да, вот, гражданам это объяснять, что не всегда то, что они считают самовольным захватом, таковым является, это просто даже инструментальный способ зафиксировать нельзя, и мы не сможем последствия каким-то образом проконтролировать это исполнение, это раз, ну, и второй земельный участок, все-таки, это у нас, нужно понимать, двухмерная фигура, да, то есть поверхность земли, поэтому, особенно это касается, да, крупных населенных пунктов, да, вот сейчас пошла мода на установление всякого рода каких-то цепочек, замочков, столбиков, да, вот, ну, на местах парковок, в рамках Гоземнадзора мы это зафиксировать не можем, потому что замкнутый контур не образуется, вот, зафиксировать, да, вот это вот размещение столбика мы тоже в рамках своего надзора не можем, у нас это функционал несколько другой, то есть это нарушение, но мы считаем, что это нарушение правил благоустройства, и органы местного направления должны именно пресекать такие действия, если это на землях общего пользования, конечно же. Поэтому здесь мы бессильны, но, наверное, в этом есть здравый смысл, потому что, опять же, то, с чего я начинал, у каждого органа свой предмет надзора, и, наверное, лезть в чужой огород мы не должны, а цель общая. По особенностям шлевого земнадзора, Андрей Владимирович Кадашников. Спасибо, Михаил Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Как уже отметил Михаил Анатольевич, допустимая погрешность при измерениях составляет 10 см, при этом управлением для проведения измерений используется следующее оборудование. Это высокоточное спутниковое оборудование, лазерные длинномеры, электронные тахиометры и, скажем так, вечная геодезическая рулетка. Использование такого инструмента, как рулетка, обусловлено именно тем, что она является универсальной для лиц, проверяемых для граждан, скажем так, в особенном возрасте. Это прямо понятно абсолютно. То есть пришел человек, рулеткой померил, никаких погодных условий не влияет абсолютно, ни туман, ни дождь, ничего. И, в принципе, по результатам измерений у нас получаются вот такие вот точные результаты. В целях более эффективного исследования, состояния способов использования земельных участков в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, Росреестром используется возможность применения беспилотных летательных аппаратов в рамках контрольно-надзорных мероприятий. Вдаваясь немножко в историю, скажем так, что данная деятельность, она началась не в текущем году, а уже в 2017-2018 годах в двух пилотных регионах Тульской области и Республики Татарстан уже как бы были опробованы результаты использования беспилотных летательных аппаратов в рамках госземнадзора, что доказало очень высокую эффективность и информативность. С апреля 2020 года, ой, 2019 года, прошу прощения, центр использования беспилотников заработал при центральном аппарате Росреестром. На текущий момент, то есть, активно внедряется в административных центрах федеральных округов России созданные центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Такие центры оснащены необходимым оборудованием, программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности и обработки полученных данных и как результат получения ортофотопланов. Апробация возможностей беспилотных летательных аппаратов при осуществлении госземнадзора за объектами земельных отношений с сотрудниками центрального аппарата управления показала очень высокую эффективность и информативность при осуществлении мониторинга земель, что, в принципе, как вы можете увидеть на этих кадрах, позволяет четко понять конфигурацию земельного участка, соответственно, характер использования земельного участка и, в принципе, позволяет получить исчерпывающие перечень информации, необходимые при проведении каких-либо контрольно-надзорных мероприятий. Как уже говорил Михаил Анатольевич, с 2015 года в управлении Росреестра имеются такие мероприятия, как административное обследование, что составляет в целом по статистике за 2019-2020 год, то есть мы проверяли порядка 20%, и в сравнении с 2019-2020 годом это количество увеличилось соотношения. Для административного обследования использование беспилотных летательных аппаратов является одним, скажем так, из действительно самых эффективных способов, поскольку ограничения какие-либо в доступе на земельный участок отсутствуют. То есть, как у нас уже в ходе рабочего взаимодействия с муниципальным земельным контролем были обращения, которые просто элементарно, мы не можем идентифицировать характер использования земельного участка, ввиду того, что участок огорожен пятиметровым забором. То есть, внешне никаких невывесок не позволяет вот это вот все усмотреть. Кроме того, в связи с крупным пожаром в текущем году, в Маинском районе, в селе Белое озеро, то есть, в связи вот были также проведены мероприятия по мониторингу возможных фактов выжигания лесной растительности на указанной территории, как бы для дальнейшего информирования МЧС в случае каких-либо выявлений. То есть, буквально, я думаю, на следующий день, наверное... Да, на следующий день оказались. Вот тут как раз съемки, да, я... То есть, это вот поля, да, которые прилегают к самому лесному массиву, который горел. Вот, мы со стороны двух населенных пунктов подъезжали, да, Колда и Белое озеро. Да, то есть, как бы, использование беспилотников в этом плане очень оправдывает, скажем так, поскольку необходимое, то есть, вот, большое расстояние, скажем так, и возможность визуального осмотра, полноценного визуального осмотра территории позволяет, ну, составить более четкую картину. Кроме того, как уже говорила Ольга Ивановна, по поводу дорожной карты по проекту наполнения Единого государственного Реестра недвижимости необходимыми сведениями предусмотрены такие пункты, как использование беспилотных летательных аппаратов для аэрофотосъемки и, то есть, по результатам вот, скажем, по результатам дорожной карты будет определена необходимость дальнейшего обеспечения территориальных органов Росреестра соответствующим оборудованием. Кроме того, внедрение, то есть, беспилотных летающих аппаратов при осуществлении госземнадзора позволит более точно соответствовать планируемым реформам в связи с подписанием президентом Российской Федерации двух законов. Это 247-й федеральный закон об обязательных требованиях в Российской Федерации и федеральный закон номер 248 о государственном контроле надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. Данные федеральные законы подписаны 31 июля текущего года. По своему правовому значению данные законы являются знаковыми и революционными, поскольку за последние годы в отрасли многое изменилось и часть нормативных актов просто-напросто потеряла свою актуальность. По итогам проводимой реформы будет полностью трансформировано регулирование контрольно-надзорной деятельности Росреестра и сами законы направлены на устранение наиболее затратных как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов проверок. Оба закона направлены на повышение прозрачности контрольно-надзорных мероприятий для контролируемых лиц. В частности, 247 законом предусмотрено, что в число принципов установления и оценки применения обязательных требований является законность и обоснованность обязательных требований, правовая определенность и системность, открытость и предсказуемость, и исполнимость обязательных требований. Содержание требований, которые подлежат исполнению гражданами и юридическими лицами, должно быть ясным, логичным и понятным. И теперь это прямо прописано в законе. Кроме того, хотелось бы отметить, что вносимые изменения в законодательство указанными законами именно акцентируем на том, чтобы именно на профилактическую направленность деятельности. То есть, большое внимание в законе уделено именно доступности информации при осуществлении госземнадзора. Одним из таких профилактических мероприятий является самообследование, которое предусматривает определенный перечень вопросов, которые лицо, собственник или пользователь земельного участка может просто-напросто посмотреть и уже понять, имеются ли какие-либо отдельные, скажем так, индикаторы, что используется земельный участок с нарушением, либо все хорошо и не следует опасаться никаких проверок и ничего такого. Указанные законы, то есть 247 закон вступать силу уже с 1 ноября 2020 года, за исключением отдельных положений, нормы 248 федерального закона вступать силу с 1 июля 2021 года. То есть, опять же, за исключением отдельных положений. В настоящее время Росреестром в рамках полномочий работа по подготовке проектов нормативных правовых актов взамен отменяемых уже ведется. Хотелось бы еще отметить, что одной из самых важных задач, стоящих перед управлением, является повышение уровня неэффективности государственного земельного надзора с снижением административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности, таких как юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для достижения поставных задач при организации контроля на надзорной деятельности управлением применяется рискоориентированный подход, который предполагает снижение количества государственных проверок в зонах, где риск наименьший. Сам подход представляет собой метод организации осуществления государственного контроля, при котором выбор формы продолжительности периодичности проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина к определенной категории риска, либо к определенному классу опасности. Для проверок, проводимых управлением Росреестра, средний риск является максимальным. И к такой категории относятся земельные участки, предназначенные для захоронения и размещения твердобытовых отходов, также размещения кладбищ и примыкающие к ним земельные участки. Также относятся земельные участки, предназначенные для гаражного и жилищного строительства, и земельные участки, расположенные в границах или примыкающие границы береговой полосы водных объектов общего пользования. Плановые проверки в отношении земельных участков, то есть относящиеся к категории низкого риска, не проводятся вообще. И хотелось бы отметить, что ежегодный план проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подготавливается управлением именно с учетом рискоориентированного подхода, и все земельные участки, включаемые в ежегодный план, относятся именно к средней категории риска. Если, коллеги, позволь, ты хотел бы добавить про проведение плановых проверок, что с учетом вот этой сложной и непростой обстановки, по которой мы с вами сидим в масках, эпидемиологическая ситуация сложная в стране и в регионе, с 19 марта начиная и до конца текущего года нами были исключены из плана все проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ну, по прямому указанию правительства, приказу Росреестра, вот, и внеплановые проверки также проводиться не будут, именно с учетом, ну, ограничений по предмету нашего надзора. То есть по данным субъектам мы работаем только дистанционно, ну, это, как я сказал, административное обследование, вот, только таким вот образом. По гражданам пока, грубо говоря, каких-то указаний в этой части не было, то есть у нас был двухмесячный перерыв ограничений по проверкам отношения граждан, когда мы их тоже не проверяли, ни планово, ни внепланово. Сейчас эти ограничения по гражданам сняты, но, естественно, при проведении проверок мы учитываем возможность самоизоляции гражданина, его, ну, если уж так случилось, да, факты заболевания, то есть в этих случаях, естественно, проведение проверки прекращается, вот, и составляется акт о невозможности проведения проверки. Хотелось бы вот на это внимание обратить. Ну, опять-таки, учитывая все сказанное, да, мы видим, что если мы говорим об исключении вот в текущем году вот этих планов мероприятий, самым актуальным инструментом госземнодзора на сегодня остается именно административное обследование, которое позволяет только дистанционно изучать материалы по объекту обследования. И вот то, о чем говорил Андрей Владимирович, у нас использование беспилотников, оно гораздо больше отвечает требованиям проведения такого мероприятия, поскольку действительно можно глазами увидеть то, что невозможно увидеть за забором. Это верно. Кроме того, есть субъекты, территориальные органы, которые беспилотники используют, в том числе и для проведения комплексных кадастровых работ, о которых мы сегодня тоже говорили. Если на беспилотники поставить соответствующий точный оборудование, который позволит использовать измерения с установленной нормативной точностью, то почему нет? Да, это оборудование недорогое, но получается эффект от его использования, он намного выше и позволяет уже использовать эти материалы не только для определения наличия признаков нарушения или его отсутствия, но в том числе и решить те задачи, которые мы ставим при реализации проекта, о котором говорили сегодня. Вот, собственно говоря, это то, что я хотела дополнить в рамках выступления коллег. А будут еще какие-то дополнения, вопросы, уточнения? Я бы хотела, если позволите, тоже немного дополнить. Это что касается, так скажем, уже последствий проведенных, так скажем, мероприятий в рамках муниципального земельного контроля либо государственного земельного надзора. То, что нужно не забывать, получив предостережение, требуется устранить данное нарушение. Устранение нарушения, оно в любом случае требуется, и для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган, либо орган местного самоуправления, либо, если это по городу Ульяновску, Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области. Хотелось напомнить о том, что если происходит использование незаконной дополнительной территории, то это не тупиковая ситуация. Узаконить данную дополнительную территорию можно благодаря процедуре перераспределения земельных участков. Она у нас регламентирована с 2015 года. Если территория дополнительно используется для целей благоустройства, то есть размещения, так скажем, элементов благоустройства, памятников, малых архитектурных форм, цвет, так скажем, для посадки цветов, то эту территорию можно оформить для благоустройства на основании разрешения на использование земельного участка. И хотелось бы также напомнить, даже если все-таки к административной ответственности правообладателей объектов не привлекли по тем или иным причинам, то что это не является по новой редакции статей Кодекса об административных правонарушениях, не является правонарушением, то в любом случае оформить земельный участок требуется. Посмотреть, попадает ли правообладатель объектами недвижимости под льготные процедуры оформления земельного участка. И также хотелось обратить внимание, что не оформление земельного участка, оно не освобождает от платности и обязанности внесения платы за использование земельного участка. В соответствии со статьей 65 земельного кодекса у нас использование земельных участков Российской Федерации является платным, поэтому во избежание, так скажем, санкций по единовременному внесению платы за используемый земельный участок за ближайшие три года, следует задуматься всем о том, оформлен ли объект недвижимости, оформлен ли земельный участок, и для оформления обратиться в оболномоченный орган, чтобы в последующем, еще раз хотелось бы отметить, это не ставало, так скажем, неким сюрпризом о необходимости и внесения платы, и каких-то мер административного воздействия на лица, не оформивших земельные участки. Ремарка небольшая, в части хороший акцент был сделан на необходимость, обязательность устранения нарушений, даже если лицо не было первоначально привлечено в силу установленных требований закона, специфики к административной ответственности за самозахват, в случае неустранения предписаний предусмотрена отдельная административная ответственность, штраф по которой в два раза больше, чем сам самозахват. Хотелось бы обратить внимание, то есть это не какая-то преференция, да, вот таким вот, скажем так, не то, что повезло людям, которые приобрели, дали, у них здание было зарегистрировано, нет, то есть контроль за исполнением предписаний управление осуществляет неукоснительно, и в случае неисполнения предписаний по неуважительной причине возбуждается дело об административном правонарушении, рассмотрение которых осуществляется мировыми судами. Вот и штраф там, как я уже сказал, в два раза более, чем первоначально возможный. Ну, похоже, свой регламент мы уже сегодня исчерпали. Всем спасибо за работу, доход пожаловать на чаепитие. Спасибо. Спасибо.